здравствуйте дорогие друзья как всегда вообще ничего не успеваем тем более в такой великой главе где рассказывается и о кашруте и о храме давайте я попробую коротко но вы сосредоточьтесь потому что я попытаюсь коротко вот рассказать то что я слышал от великого каббалиста хайма молочников почему нужен был храм после того как еврейский народ совершил грех участвуя в создании золотого тельца бог сказал что его присутствие не будет сопровождать народ израиля землю будет ангел пойдет там перед вами так маше помолился упросил бога и помогли его молитвы бог даровал возможность построить храм посредством которого божественное присутствие вернулось и будет обитать среди людей . о чем здесь разговор здесь есть великая тайна что есть бог сказал что ли слова бога они по-любому свершались он сказал я не буду и значит не будет уже все можно уговаривать не уговорить но он уговорил что это означает и одно существует и другое это значит что для того чтобы чтобы что изменилось трансформированном мире после того как сказал бог эти слова что теперь для того чтобы бог присутствовал нашей среде нужно инструмент какой-то для притягивания он сказал вот храм я там все снимаем вопрос буду храме дальше храма сейчас нет синагогу пойдите еще куда-то нужно визуализация да так родился кстати я когда кайма молочника спросила почему тысячи лет никто не строил золотую минору а вот сейчас мы достояли сейчас делать он сказал не было было одно было другое было третье не было исторического времени а сейчас пришло ее время то есть еще одна визуализация нужно для то чтобы люди увидев соединяли в голове где-то храм где-то еще что-то еще одна очень важная вещь написано нашей недельной главе вышел нагонят бога и когда мешкан был завершенный съел приношение большая радость была и этими же словами сказано вышел огонь от бога и сжег сыновей арона одни слова очень многие люди не понимали что это такое есть объяснение очень интересное что вдумайтесь пожалуйста благословение проклятие суть одна и та же одно и то же это энергия да почему говорится мы просто этого не понимаем написано что бог посылает нам энергию а мы в этом мире трансформируем в хорошую или плохую ты поступил плохо в венесуэле где-то сшел сход лавины слопал лобстера где-то там землетрясение как ты можешь это в голове соединить да ты это не соединяешь на самом деле это соединено поэтому написано что бог говорит что я дарую вам благословение или проклятие то же самое с кашрутом та же самая история вы посмотрите миллион рыб с чешуей плавают в море бог говорит съешь я кушаю на здоровье удачу казалось какой вопрос нет чек все равно хочет съесть какую-нибудь устрицу или еще что почему зачем казалось да очень просто может в этой устрице ленка прячут от меня что-то чего мне не дают на этом что такое вкусное что я не попробую попробовал ничего не изменилось там где-то землетрясение но ничего для тебя не поменялось и вот при выборе благословение проклад проклятие бог просит что выпили благословение больше ничего не хочет мы иногда выбираем что противоположное люди задают вопрос как мог первый человек такой вот вот что его бог просил да все ешь что хочешь только одно с одного дерева не ешь а вот точно так же как и мы сегодня написано точно так же кто не соблюдает кашрут да копия продолжения того же что как бы мы не оправдывались это все то же самое ничего не меняется и мы продолжаем свое такое не самое сказать благородное дело иногда кстати еще с притмотиванием потому что есть такая знаете майса я говорил левий как из бердичева он говорил им когда забирали были такие кантонисты забирали насильственно еврейских детей и он говорил такую вещь он говорил если ты вас оставляет и вы едите все-таки не кошерное ну выливайте там две-три ложки на землю перед этим чтобы помнить что все-таки это не то что вам нужно благословение проклятие дает нам бог а вот сильно сильно просит чтобы выбрали благословением браха бацлаха